Здравствуйте! Отгадайте загадку. Как называется детская инфекционная болезнь, типичным симптомом которой является пятнистая сыпь зелёного цвета? Конечно же, ветрянка. Пойдёмте, поговорим о ней. Спонсор программы – торговый марта Барни. Здравствуйте! 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 Сегодня мы будем говорить не про ОРЗ, но про болезни, которые болеют все дети нашей страны. Итак, речь идёт о ветрянке. Луиза Васильевна, вы, конечно же, ветрянкой болели, и детёныш ваш, конечно же, ветрянкой болел. Конечно же, болел. И как впечатление? Хорошее впечатление. Мы ходили все в йоде, подсушивали эти вот все штучечки, но это было давно. А вот недавно мне позвонила моя приятница, у неё сын, ему 37 лет, и он заболел ветрянкой, кстати. И она протекала очень тяжело и с осложнением. Так вот, у меня возникает вопрос. Если дети так легко переносят вот ветрянку, да, может быть, стоит без карантина, без ничего, пусть болеют себя на здоровье? Треслая мысль, Луиза Васильевна. И мы наверняка сегодня однозначно дадим ответ на этот вопрос. Но для начала давайте посмотрим, что же думают по поводу ветрянки наши эксперты. Давайте. Я купалась один раз, папа увидел, что у меня везде прыщики, потом меня замазывали каждый день. Ну, не шарики, а бульбышки. На бульбышки похожи, маленькие такие. Позвонила маме одной тети Галине, это она знакомая, она папе, и спросила, что это такое, что красные прыщи. А она сказала, ветрянка. Вылечить детку надо каждый день, каждый день мазать зеленкой и йодом таким красным. Елочки еще мазала, мазила. У меня все чесалось, но не так, толком ничего не болело. Не пускала меня на улицу. Ну, пускала только на 10-20 минут. Когда я болела ветрянкой, мне не сделали перерыв, потом я не умела разговаривать. Молчала только. И не умела хлотать и кушать. Ну, меня кто-то заразил из садика другого, а не из этого. Меня заразила Света пришла. Меня все заразили. Все бывает такое. И у каждого бывает зеленое или розовое. Вот у Насти в приходке была тоже только не зеленая, а розовая. Нет, я тоже хотела розовую, но не получила зеленую. Мама говорила, ветрянка бывает только один раз. Ну, как вы понимаете, больше всего наших экспертов волновала тема вот той самой зеленой цепи. Да, вот ветрянка в нашей стране, естественно, ассоциируется с вот ребенком, который разукрашен в зеленую точечку. Некоторые особо продвинутые родители мажут, ну, чтобы не как все, да, чтобы по-бедному там зеленке у нас есть что-то такое дезинфицирующее красное, да. И, кстати, именно зеленка и вообще использование зеленки – это самые частые вопросы, которые доктору во время приема задают. Вот на эту тему у нас было очень интересное общение, я помню. Да, к вам приходил Сергей Стахов с женой Ириной, дочкой Кариной. Давайте посмотрим. В три года Карину завалило ветрянкой. Тогда папа Сергей Стахов и мама Ира взяли ее любимую игрушку – мышку Пипи. И тоже разрисовали ее зеленкой. Видишь, и у Пипи ветрянка. Но она не гуртит и не чешется. Карина тут же принялась старательно ухаживать за мышкой. Вскоре Карина выздоровела, а мышка… Вот такую историю рассказали Стаховой доктору Комаровскому. Где же вы нашли ветрянку-то? Специально. Специально, да. Можно сказать, что специально, потому что как раз наши друзья, у них ребенок переболел и уже был на последней стадии. Мы как бы видели, что у него есть зеленые отметинки, но не пожалели своего ребенка. Как-то это уже устоявшиеся родители всегда советуют. Говорят, что чем раньше возраст, в котором ребенок переболеет, тем как-то легче переносится. У нас она, слава богу, перенесла это в трехлетнем возрасте. Даже не было еще трех лет. Но мы настроились на позитив, что лучше пусть на втусовки наши переболеют, чем когда пойдет в садик или в школу. Нет, ну это очень правильно. Кстати, я целиком одобряю такой вариант действий. Тут главное, что надо учитывать, это то, что не всегда ведь удается заболеть ветрянкой не только вовремя с точки зрения возраста, но и вовремя с точки зрения нашего общечеловеческого бытия. Ну вот собрались в отпуск, а тут бац тебе ветрянка. Тем более, оказывается, есть совершенно уникальное явление. Когда американский ребенок заболевает ветрянкой и летит в самолете с ветрянкой, то все думают, что его покусали комары. А когда наш ребенок, заболевший ветрянкой, едет куда-то, то все сразу ставят диагноз. А почему? Ну, наверное, такая же проблема была со всеми остальными какими-то вирусными заболеваниями даже в Америке. Нет, как 30 секунд. Помощь зала. У них не мажут зеленочкой. Молодец. Ой, я вот только тоже думала. Значит, успели. Папа во время вложился. То есть оказывается, оказывается, намазать ребенка зеленкой в связи с ветрянкой, это есть только в одной стране мира. Более того, если вы не намажете, то с точки зрения общественного мнения, вы вообще ничего не делаете. То есть вы вообще не лечите. Некоторые папы уверены в том, что симптом ветрянки – это сыпь зеленого цвета. То есть до этого доходит. Я просто об этом почему говорю? Потому что в моей практике был случай, когда пятилетний ребенок намазал себя зеленым фломастером и в пять утра пришел к папе в кровать с криком «папа, у меня опять ветрянка». Все это было бы смешно, но в пять утра меня разбудил этот папа с криком «у нас опять ветрянка». Второй раз, да. Тем не менее, мы, скорее всего, объясним вам, для чего надо детей мазать зеленым. Так все-таки надо или не надо? Вы сейчас поймете, для чего надо, для чего надо. И тогда решите, мазать вам вашего ребенка или не мазать. Оказывается, с незапамятных времен людей интересовало, сколько же времени ребенок с ветрянкой заразен. И вот четко, понятно стало, по мере наблюдения, что после того, как пузырьки новые перестанут появляться, ребенок будет заразен еще пять дней, а потом будет не заразен. Как определить? Ну, если этих пузырьков 500 штук, как определить? Какой из них поставить? Встала мама утром, посмотрела на детеныша, и все пузырьки намазала зеленым. На следующее утро все новое, что появилось, намазали зеленкой. А потом пришло такое утро, когда оп, а ничего нового, ненамазанного нет. Это значит, что с этого момента, через пять дней, ваш ребенок перестанет быть заразным. И спокойно может идти в садик. Может идти куда угодно. Надо ли ему идти в садик через пять дней? Вопрос очень спорный. Я объясню, почему. Потому что ветрянка – это из тех болячек, которые очень сильно угнетают иммунитет. И я бы через пять дней пошел гулять на свежий воздух, а вот в детский садик я бы пошел недели через две-три, когда организм окрепнет хотя бы. Но тем не менее, мы уже сами сейчас понимаем, зачем дитё с ветрянкой машет зеленкой. Это всего-навсего индикатор сроков заразности. И усё. То есть никаких лечебных эффектов у зеленки нет. То есть зуд он не снимает? Не снимает. Не снимает. Не снимает. Ну, главное, значит, переубедить ребёнка в этом, что это снимает, помогает. Есть способы снятия зуда. Мы об этом будем разговаривать, вне всякого сомнения. Они как бы совершенно другие. Но зеленка никакого отношения к этому не имеет. А как же они? Ну, вот те вот самые несчастные. Они утверждают иначе, что с того момента, как сыпь начинает появляться, на седьмой и восьмой день уже все пузырьки покрываются корочками. И вот когда все пузырьки покрываются корочками, с этого момента ребёнок перестаёт быть заразным. Что обычно приключается на седьмой и восьмой день от первого высыпания. Усё. То есть можно мазать, а можно смотреть, нет пузырьков корочками непокрытых. Значит, всё, тема заразности закрыта. Вот, собственно говоря, и всё. Ну, а что касается как бы зуда, то тут надо понимать. В этом как раз на самом деле состоит одна из очень серьёзных проблем. Действительно чешется, да? Чешется потому, что жарко, температура у ребёнка, ребёнок потеет, да? Куча раздражений на коже. Естественно, от того, что вы ещё и подсушите кожу спиртом, ну, а фактически, что такое краска в спирте ваших зелёнках, то, естественно, это приведёт, не приведёт к тому, что оно перестанет чесаться. Вы ничего не устраняете таким образом. Ни жару, ни потливость, ни трение. Ничего. Вам просто становится легче. Нам всегда надо поставить вот жирную галочку на собственной совести. Другой вопрос в том, что при лечении ветрянки эта галочка имеет зелёный цвет. То есть, как бы вы уже понимаете, что зелёнка или фломастер примерно имеют одинаковый эффект. Тем не менее, давайте начнём сначала. С самого начала. Итак, ветряная оспа. Это вирусная инфекция. Обращаем внимание, мы уже все, все посещающие нашу школу, знаем, что в чём суть вирусной инфекции. Значит, никакие антибиотики на вирусы не действуют. Тем не менее, тем не менее, именно касательно ветрянки есть достаточно радостная новость, что вирус группы Герпеса, а ветрянка вызывается вирусом группы Герпеса, можно убить с помощью особых лекарств. Они непростые, достаточно сложные, часто недешёвые. Поэтому обычно у детей юного возраста, то есть у которых ветрянка протекает легко, такие лекарства не используют никогда. Но у взрослых, у подростков, у беременных женщин, у детей первого года жизни, когда ветрянка протекает очень тяжело, врачи имеют возможности использовать противогерпетические лекарства. Это раз. Вторая и уникальная особенность вируса ветрянки. Вирус ветрянки относится к так называемым летучим вирусам. То есть вирус передаётся воздушно-капельным путём, но вирус с потоком воздуха может переноситься очень быстро на значительные расстояния, буквально сотни метров. То есть если вы живёте в многоэтажном доме, и вы живёте на первом этаже, а на пятом этаже живёт ребёнок с ветрянкой, то вы контактируете. То есть для ветрянки совсем не обязательно с больным целоваться. Если в садике заболел один ребёнок ветрянкой, то где бы ни прятались его согруппники в туалетах, в столовых, они, естественно, всё равно контактируют с ним. Неудивительно, что практически дожить до пожилых годов и ни разу с вирусом ветрянки не встретиться невозможно. Поэтому все люди рано или поздно ветрянкой болеют. То есть это вирусная летучая инфекция со всеобщей восприимчивостью. И особенность состоит в том, что это не просто восприимчивость, а восприимчивость стопроцентная. Это главное, что вам надо знать. А теперь вопросы. Скажите, вот некоторые болезни опасны для беременных. Ветрянка относится к ним или нет? Однозначно относится, но тут очень много всяких разных сложностей. Ну, прежде всего, нас даже интересует не столько риск опасности для самой беременной, хотя для любого взрослого человека ветрянка действительно тяжёлая болезнь, сколько опасность для плода. И здесь возможны три принципиальных ситуации. Вот это надо знать. Первая ситуация самая опасная. Если женщина не болела ветрянкой и заболевает ветряной оспой в первые шесть месяцев беременности. В первые шесть месяцев беременности возможно поражение плода, и называется это врождённая ветряная оспа. При этом может быть очень тяжёлое поражение нервной системы, сосудистой системы, кожи плода, вплоть до уродства, инвалидности и так далее. При этом следует обратить внимание на следующий факт. Никакой зависимости между тяжестью ветряной оспы у беременной и тяжестью поражения плода не существует. То есть маме может быть очень плохо, и она при этом родит совершенно нормального ребёнка, и может быть буквально два-три прыщика, а ребёнок будет еле живой. И вероятность врождённой ветряной оспы достаточно высокая. Если же ребёнок заболевает после шести месяцев, то есть в сроке от шести месяцев беременности до родов, то здесь, как правило, мама передаёт плоду не только вирус, но и антитела к нему. И тогда ничего страшного не происходит. И последняя принципиально важная ситуация. Когда мама заболевает ветрянкой, пять дней до родов или два дня после, вот в этой ситуации к ребёнку вирус переходит, а антитела не переходят, и тогда ребёнок новорожденный заболевает ветряной оспой. Это называется ветряная оспа новорожденных. Это подлежит лечению, вводится иммуноглобулин, противогерпетические препараты, а без этих олигарств смертность достигает 30% при ветряной оспе новорожденных. Но это однозначно лечится. Скажите, если ребёнок заболеет, то в чём смысл тогда карантина в садике при ветрянке? И может быть лучше дать возможность всем желающим заболеть? И скажите, насколько оправданно стремление некоторых мам нарочно заразить ребёнка ветрянкой и сводить его к больному? Я сам себе, вот сколько я работаю педиатром, столько я задаю себе этот вопрос, если я честно скажу. Ну почему? Если болезнь в детсадиковском возрасте протекает очень легко, да, то зачем в детском садике нужен карантин, если кто-то заболел ветрянкой? Вы знаете, никто не может дать ответ на этот вопрос. И для того, чтобы ответ на этот вопрос получить, нужно, чтобы кто-то, кто занимает ответственную должность, нашёл в себе силы и желание принять цивилизованное решение. Ибо карантин в детских учреждениях, где находятся здоровые дети, совершенно никому не нужен. Другой вопрос в том, когда речь идёт о больнице, где-то эти больные, ослабленные, и кто-то заболел ветрянкой, зачем же надо брать туда больных? Вот там карантин нужен, потому что если ребёнок болен одной болезнью, то дополнительная ветвянка ему уж точно не нужна, да? Но, тем не менее, если дети абсолютно здоровы, то, с моей точки зрения, карантин не нужен. Касательно же второй части вашего вопроса, можно ли отвезти ребёнка, если он здоров, чтобы он проконтактировал с больным? Вы знаете, можно. Можно. Хотя... Хотя в настоящее время чаще в цивилизованных странах используется более цивилизованный вариант контакта с вирусом ветрянки. То есть как-то считается, что если есть возможность проконтактировать с живым вирусом, полноценной ветрянки, да, диким, так сказать, или с вирусом ослабленным, то любой нормальный человек организует встречу с вирусом ослабленным. Называется это вакцинация от ветряной успы. В нашей стране вакцинация от ветряной успы не проводится, и не проводится исключительно по экономическим соображениям. Потому что вакцина достаточно дорогая, и нам всем намного дешевле, пусть он болеет, мы его намажем зелёнкой, и на этом всё пройдёт. Тем не менее, многие ведь могут сказать, люди, дорогие, ну, ветветрянка – легчайшая болезнь. Ну, легчайшая, да, в большинстве случаев. Зачем нужны прививки от ветвянки? Ну, вот американцы с 1995 года проводят вакцинацию от ветряной успы. И во многих странах Европы проводится вакцинация. Ну, у нас в стране вообще с вакцинацией особые проблемы и отношения. Тем не менее, а зачем это надо? Вопрос логичный. Так вот, оказывается, что понятие «легчайшая болезнь» – это понятие «справедливое для большинства». Тем не менее, ветряная успа даёт осложнение. Это возможно. Особенно часто возникают осложнения со стороны кожи, всякие нагноения, нередкость воспаления лёгких и поражение головного мозга, которое называется ветряночный энцефалит. Так вот, в среднем, в среднем, это мировая статистика общеизвестная. Если взять 100 тысяч абсолютно здоровых детей, вот ещё раз говорю, с нормальным иммунитетом, то из 100 тысяч детей, заболевших ветряной оспой, двое обязательно умрут. То есть вот, прикидывайте, сколько детей в год заболевает ветряной оспой, вы поймёте, о чём идёт речь. Понятно. Естественно, когда речь идёт о вакцинации, ничего подобного не происходит. Но, но, это вовсе не говорит о том, что сейчас нам надо срочно вакцинировать всю страну. У нас на это действительно нет денег. Вы понимаете? Тем не менее, каждый из вас в индивидуальном порядке за индивидуальные денежки может привить своего ребёнка от ветряной оспой качественной современной вакциной и знать, что вам не надо никуда ходить и нигде вирус искать. Понятно. Но это решение, естественно, однозначно ваше. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание на следующее, что если мама и папа, со слов бабушки, по информации, полученной от бабушек, перенесли витрянку тяжело или с осложнениями, то с высокой степенью вероятности у ваших детей также будет высокая чувствительность к этому вирусу. Если вы болели витрянкой тяжело, то вам привить ваших детей однозначно имеет смысл. Доктор, если ребёнок заболел витрянкой, температура, сыпь, зуд, как ему помочь? И существует ли лекарство против этого вируса? Ну, для начала, по поводу лекарства от вируса. Противогерпетические средства, ещё раз повторю, действительно есть. Самое распространённое имеет международное название ацикловир. Это достаточно эффективный препарат, который возможен в детском возрасте, использование, возможно, даже у новорожденных. Единственное, на всякий случай предупреждаю вас, потому что это очень часто вот мамы и папы не слышат, когда врачи назначают лекарства. Действительно, в подростковом возрасте, при беременности, если витрянка протекает тяжело, то действительно назначается такой препарат, как ацикловир. Для использования ацикловира, этого препарата, очень важное условие. Не должно быть дефицита жидкости. Если ацикловир используется при сгущении крови, возможны осложнения со стороны почек. В принципе, ребенка с витрянкой всегда надо поить, но при использовании противовирусных препаратов это жизненно необходимо. Это как бы первое именно противогерпетическое лекарство. Тем не менее, что волнует больше всего, как правило, ребенка? Ребенка волнует зуд. Это волнует, естественно, всех окружающих, и он на это жалуется. Прежде всего, вы должны понимать, что зуд самым тесным образом связан с потливостью. Чем жарче, чем больше ребенок потеет, тем активнее зудит. Поэтому, чтобы зуда не было, более-менее теплая одежда, но чистый, прохладный, влажный воздух. Это раз. Второе. Если ребенок спит, во сне он может чесаться, поэтому детские рукавички. Это два. Замечательным, но неприменяемым в этой стране средством устранения зуда при ветрянке является прохладная ванна. Обращаю внимание, что бы вам ни говорили ваши бабушки, ребенка с ветрянкой купать можно. Более того, ребенка с ветрянкой купать нужно. И либо если вы не будете мыться неделю, то вы будете чесаться. А если ребенок весь в прыщах не моется неделю, то жизнь теряет смысл. Понимаете? Главное, естественно, после ванны промокать, а не вытирать. Ну, это вроде как вполне очевидно. Скажите, пожалуйста, в ванной просто вода или можно что-то добавить? Допустим, крапиву заварить или ромашку какую-то? Ну, стандартное назначение докторов, я сам так тоже писал, добавить в воду немножко пермананатокалия. Но это надо потому, чтобы вода была хоть какая-то розовенькая. Если зайдет бабушка, а вы купаете ребенка просто в воде, то вы же садюга, понимаете? Так же нельзя. Надо же какое-нибудь лекарство. Поэтому надо туда сейчас добавить что-то. Тем не менее, общие рекомендации, ну, добавить туда немного пищевой соды. Она легче снимается с зуд. Буквально немного. Так. И такие ванны можно повторять каждые 3-4 часа. Это, собственно, все. Никакие крапивы, никакие другие лекарства никаким принципиальным эффектом не обладают. АПЛОДИСМЕНТЫ Для снятия зуда очень часто назначаются и мамами используются препараты местного действия, мази, гели, содержащие местные антигистаминные средства. И они действительно здорово снимают зуд. Но когда мама намазала зудящий прыщ и зуд прошел, то мама, как правило, остановиться не может. И она мажет все, что только есть. А принципиальная особенность вот именно этих прыщей в том, что это фактически поверхность, через которую лекарство всасывается в кровь. И очень часто мажут до такой степени, что возникает выраженная передозировка. Поскольку во всем мире этого боятся больше всего, то врачи, как правило, не рекомендуют использование подобных мазей. Поэтому средства облегчения зуда все-таки антигистаминные препараты внутрь, их назначают, как правило, врачи, не жарко, рукавички, прохладная ванна. Это все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, у моего сына в группе «Ветрянка» и мой сын близко не общается с этим мальчиком. Есть ли вероятность того, что можно избежать эту болезнь, ведь у мальчика скоро день рождения и не хотелось бы, чтобы он встречал его в зеленкой и температуре? Ну вот очень часто именно мы об этом уже говорили, я повторюсь, очень часто под словом «близко не контактировал» люди имеют в виду там, ну, не целовался, ну, не сидели, не ели за одним столом. Если в группе был ребенок с «Ветрянкой», значит, все контакты. Понимаете? Это однозначно совершенно. Поэтому, если у вас в детском саду дважды была «Ветрянка», а вы не заболели, значит, вы просто не заметили те несколько прыщей, которые были. И у вас просто «Ветрянка» протекала легко. АПЛОДИСМЕНТЫ На самом же деле при «Ветрянке», как бы очень часто даже тяжесть «Ветрянки» определяют по количеству прыщей, да? И вот обычно считается, что среднее количество вот этих прыщей около 250, да? Вот это среднее количество прыщиков при «Ветрянке». Понятно, да? А вот бывают ситуации, что обходится всего 10-ю, а при тяжелых формах считают до полутора тысяч прыщей. При этом надо понимать, что прыщи возникают не только на коже, но и на слизистых оболочках. Понятно? То есть рот, вот это все очень актуально. Скажите, пожалуйста, говорят часто, вот я в детстве болел «Ветрянкой» и опять заболел у нас в классе карантин. Возможно ли первый раз заразиться? Это возможно. Повторные случаи «Ветрянки» возможны, а не редкость. Обычно вторая «Ветрянка» легче первой. Тем не менее, это возможно. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, ну вот если уже заболел и температура повышена, какие жаропонижающие препараты принимать? При любых, в принципе, детских инфекционных болезнях родители могут использовать два жаропонижающих средства. Парацетамол и ибупрофен. Я особо фиксирую внимание на этом факте, потому что именно при «Ветрянке» смертельно опасно использование аспирина. То есть еще раз фиксирую, сочетание аспирина и вируса ветряной оспы это риск смертельно опасного поражения печени. То есть дать аспирин при «Ветрянке» это уголовное преступление. Я прошу, чтобы вы это знали, над этим думали. Вообще, в доме, где есть маленькие дети, аспирин прячете подальше. Евгений Олегович, Евгений Олегович, можно как-то избежать осложнений в «Ветрянке». Есть ли какая-то предрасположенность к тому, что страшно именно это болезнь? По большому счету, если ребенку действительно очень плохо, вот вы явно видите, или доктор видит, что болезнь протекает тяжело, что у ребенка большое количество прыщиков, высокая температура, то врач тут же начинает использовать противогерпетические средства. То есть это первое. Второе, что мы должны понимать, что вероятность осложнений очень часто связана с выраженностью обезвоживания. То есть если возникает при «Ветрянке» дефицит жидкости, резко возрастает риск поражения нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной. Поэтому мама при «Ветрянке» должна действовать так, как она должна действовать при любой вирусной инфекции. Постельный режим не нужен. То есть образ жизни на усмотрение дитя. Если он не ест, это надо поощрять, это хорошо. Если есть просит, то давать жиденькое, легкое, понятно, да? И уж точно главная ваша задача поить, поить, поить. Есть потребность два из возможных жаропонижающих. Парацетамол и бупрофен. И потерпели. Ванны, рукавички, прохладный воздух и все будет замечательно. Но если наоборот не гулять в постель, жара, обогреватель, вот такой слой зеленки, куча лекарств, что будет, о то и будет. Подводим итог. Главное в том, чтобы вы узнали сегодня достаточно много нового, да? О том, что делать не надо, о том, что делать можно и какие у вас есть возможности по лечению и профилактике. А выводы вы уже сделаете сами. Ну а мы с вами встретимся еще раз через неделю. Приходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ